Демократы это коммунисты В свою очередь демократы говорят о том, что республиканцы приведут к власти Владимира Путина, что они там полностью будут поддерживать Россию Исходя из этого, несложно предположить, что в случае победы республиканцев с Дональдом Трампом во главе официальная политика Вашингтона в вопросе поддержки Украины может поменяться Будет проблема о том, что все эти процессы, которые раньше были фактически сами собой разумеющиеся, они будут занимать больше политического времени, больше капитала политического Нужно будет вкладывать в каждое решение И все это будет результатом более сложного консенсуса Чтобы избежать этого и продолжить бесперебойно снабжать Украину всем необходимым в войне с оккупантами, действующий президент Джо Байден делает ход конем Его демократическая партия намерена в турбо-режиме принять новый пакет помощи для Украины на 2023 год Речь идет о рекордных 50 миллиардах долларов Сделают это аккуратно приведения к присяге следующего конгресса У нас есть фактически двопалатная поддержка того, чтобы в январе принять еще 50 миллиардов помощи Украины на год вперед То есть американцы уже сейчас понимают, это называется нормальная политическая культура Они понимают, какие у них могут возникнуть внутри проблемы, но они не хотят заканчивать поддержку Украины И потому уже сейчас они делают вот такие предохранительные меры Стоит отметить, что меры эти и правда скорее перестраховочные, чем отчаянные Большинство политологов сходятся во мнении, что даже если главенствовать в новом Сенате станут республиканцы От помощи Украине они не откажутся Финансирование могут даже увеличить, если ВСУ будут показывать хорошие результаты на фронте У Байдена еще есть время У Байдена есть время Байдену нужно какую-то серьезную победу, как минимум на геополитическом уровне принести Контрнаступление на херсонском направлении Ощутимая победа Эффективная работа Хаймерс Реактивных систем залпового огня Ощутимая победа Вот такие вот вещи мы должны показывать Мы в принципе, нам это удается США всегда примыкает на сторону победителей И сегодняшняя война не станет исключением Все же разговоры и обоюдные обвинения в заигрывании с оккупантами Ничто иное, как политические пиар-компании Будоражащие умы американского электората накануне выборов Эксперты утверждают, даже если президентом США в 2024-м по какой-либо причине станет Дональд Трамп Поставки оружия в Украину не прекратятся Но и украинским дипломатам расслабляться не стоит Политический климат в Соединенных Штатах Америки крайне изменчив Поэтому нужно быть готовым находить общий язык Как с демократами, так и с республиканцами И главное, точно и хлестко бить оккупанта на поле боя Ведь достижение ВСУ на фронте – лучшее подтверждение того Что Украине нужно продолжать поставлять оружие До самой победы над захватчиками Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok